Итак, товарищи, продолжаем сегодня изучение работы Иосифа Иосифовича Сталина к вопросам леонизма. И шестая глава этой работы, названной Иосифом Иосифовичем так. Вопрос о победе социализма в одной стране. Ну, этот вопрос, конечно, в те годы, в начале, перед революцией и революцией стоял очень остро, возможно ли это. И поскольку эта работа уже была написана, как мы с вами говорили в самом начале, в 1926 году, то вот в начале этой главы Иосиф Иосифович сразу обращается к своей предыдущей работе, к предыдущей брошюре об основах леонизма, которая была написана им на основе лекций, читанных Свердловскому университету в 1924 году. И он обращается к двум формулировкам в той работе. И говорит, первая формулировка гласит, цитирует он эту формулировку. Раньше считали победу революции в одной стране невозможной, полагая, что для победы над буржуазией необходимо совместное выступление пролетариев всех передовых стран или, во всяком случае, большинства таких стран. Теперь эта точка зрения уже не соответствует действительности. Теперь нужно исходить из возможности такой победы, ибо неравномерный и скачкообразный характер развития различных капиталистических стран в обстановке империализма, развитие катастрофических противоречий внутри империализма, ведущих к неизбежным войнам, рост революционного движения во всех странах мира, все это ведет не только к возможности, но и к необходимости победы пролетариата в отдельных странах. Это первая формулировка, которую он приводит из предыдущей работы. И продолжает. Но в брошюре об основах леонизма имеется еще вторая формулировка. Там сказано, надо свергнуть власть буржуазии и поставить власть пролетариата в одной стране. Но это еще не значит обеспечить полную победу социализма. Главная задача социализма – организация социалистического производства. Остается эта задача еще впереди. Можно ли разрешить эту задачу? Можно ли добиться окончательной победы социализма в одной стране? Без совместных усилий пролетариев нескольких передовых стран. Нет, невозможно. Для свержения буржуазии достаточно усилий одной страны. Об этом говорит нам история нашей революции. Для окончательной победы социализма, для организации социалистического производства усилий одной страны, особенно такой, как крестьянской страны, как Россия, уже недостаточно. Для этого необходимы усилия пролетариев нескольких передовых стран. Вот приводит он две такие формулировки и развивает дальше мысль на основе этих формулировок. И вот после цитирования второй формулировки он говорит, в чем состоит недостаток этой формулировки. Ее недостаток состоит в том, что она связывает в один вопрос два разных вопроса. Первый – это вопрос о возможности построения социализма силами одной страны, на что должен быть дан положительный ответ. И вопрос о том, может ли страна с диктатурой пролетариата считать себя вполне гарантированной от интервенции и, стало быть, от реставрации старых порядков без победоносной революции в ряде других стран. Но на это должен быть дан отрицательный ответ. То есть, как бы, вот в этих формулировках, особенно во второй, два вопроса. Можно ли построить социализм в одной стране, силами одной страны, и можно ли считать, что это окончательная победа. Итак, вот, как бы, говоря, что на второй вопрос ответ должен быть отрицательный. То есть, что гарантированной победы, окончательной победы в одной стране быть не может. Он теперь ссылается, опять же, к документам. И прежде всего он обращается к брошюре, которая была издана по итогам работы 14-й конференции РКПБ в мае 1925 года. Там сказано следующее, что наша страна представляет две группы противоречий. Одна группа противоречий – это внутренняя противоречия, существующая между пролетариатом и крестьянством. Другая группа противоречий – это противоречия внешние, имеющиеся между нашей страной, как страной социализма, и всеми остальными странами, как странами капитализма. То есть, тут уже речь идет о окончательной победе социализма. Кто смешивает первую группу противоречий, совершенно преодолимых усилиями одной страны, со второй группой противоречий, требующих для своего разрешения усилий, пролетариев нескольких стран, тот допускает грубейшую ошибку против ленинизма. Тот либо путаник, либо неисправимый оппортунист. И еще, опять же, обращается к этой же брошюре, то есть к итогам работы 14 конференции РКФБ. Он говорит, что по вопросу о победе социализма в нашей стране, там сказано, мы можем построить социализм, и мы его будем строить вместе с крестьянством, под руководством рабочего класса. Ибо при диктатуре пролетариата у нас имеются все данные, необходимые для того, чтобы построить полное социалистическое общество, преодолевая все и всякие внутренние затруднения. Ибо мы можем и мы должны преодолеть их своими собственными силами. То есть, на основании того, что марксизм считает, что возможно построение полного социализма в одной стране, он приводит и, соответственно, марксистские документы, в том числе и постановления. И далее, по вопросу же об окончательной победе социализма, в этой же брошюре, то есть по итогам работы конференции сказано, окончательная победа социализма, есть полная гарантия от попыток интервенции, а значит и реставрации. Ибо сколько-нибудь серьезной попыткой реставрации может иметь место лишь при серьезной поддержке извне, лишь при поддержке международного капитала. Поэтому поддержка нашей революции со стороны рабочих всех стран, а тем более победа этих рабочих, хотя бы в нескольких странах, является необходимым условием полной гарантии первой победившей страны от попыток интервенции и реставрации, необходимым условием для окончательной победы социализма. Вот такое различие между полной и окончательной победой, ссылаясь на документы, приводит Иосиф Иосиф Иосифович. И далее разъясняет, что такое возможность победы социализма в одной стране. Это есть возможность разрешения противоречий между пролетариатом и крестьянством внутренними силами нашей страны, возможность взятия власти пролетариатом и использования этой власти для построения полного социалистического общества в нашей стране. При сочувствии и поддержке пролетария в других странах, но без предварительной победы пролетарской революции в этих странах. Вот что представляет собой возможность победы социализма в одной стране, по мнению Иосифа Иосифовича. Далее, а что такое возможность полной, окончательной победы социализма в одной стране, без победы революции в других странах? Задает вопрос Иосиф Иосифович. И он сам же отвечает, это есть невозможность полной гарантии от интервенции, а значит и реставрации буржуазных порядков, без победы революции, по крайней мере, в ряде странах. Отрицание этого бесспорного положения есть отход от интернационализма, отход от ленинизма. И вот в подтверждение этих слов, что это отход от ленинизма, он приводит слова Владимира Ильича Ленина. Мы живем, говорит Ленин, не только в государстве, но и в системе государств. И существование Советской Республики рядом с империалистскими государствами продолжительное время немыслимо. В конце концов, либо одно, либо другое победит. А пока этот конец наступит, ряд самых ужасных столкновений между Советской Республикой и буржуазными государствами неизбежен. Это значит, что господствующий класс, пролетариат, если только он хочет и будет господствовать, должен доказать это и своей военной организации. Вот такие слова Ленина он приводит. Ну и мы теперь убедились, что по истечении стольких лет, после 1926 года, почти сто лет прошло, история подтвердила правильный смысл Владимира Ильича Ленина. Подтвердила. Далее, значит, приводит он еще слова Ленина. Мы имеем перед собой, говорит Ленин в другом месте, в высшей степени, неустойчивое, но все же несомненное, неоспоримое, известное равновесие. Надолго ли это? Не знаю. И думаю, что этого знать нельзя. И поэтому, с нашей стороны, нужна величайшая осторожность. И первой заповедью в нашей политике, первым уроком, вытекающим из нашей правительственной деятельности, уроком, который должны усвоить себе все рабочие и крестьяне, это быть начеку, помнить, что мы окружены людьми, классами, правительствами, которые открыто выражают величайшую ненависть к нам. Надо помнить, что от всякого нашествия мы всегда на волоске. Вот такие еще слова Владимира Ильича он приводит. Дальше. В развитии своей мысли о возможности победы социализма в одной стране, Сталин говорит, давайте еще раз обратимся к Ленину. Вот что он говорит о победе социализма в одной стране еще до Октябрьской революции, в августе 1915 года. Ленин сказал, неравномерность экономического и политического развития есть безусловный закон капитализма. Отсюда следует, что возможно победа социализма первоначально в немногих или даже в одной отдельно взятой капиталистической стране. Победивший пролетариат этой страны, экспроприировав капиталистов и организовав у себя социалистическое производство, стал бы против остального капиталистического мира, привлекая к себе угнетенные народы других стран, поднимая в них восстание против капиталистов, выступая в случае необходимости даже с военной силой против эксплуататорских классов и государств. Это было сказано Ленин в 1915 году, говорит Иосиф Сырилович, до взятия власти пролетариата, но может быть у него изменились взгляды после опыта взятия власти после 1917 года. Обратимся к брошюре Ленина о кооперации, написанной в 1923 году, то есть одна из последних работ Владимира Ильича. В самом деле, говорит Ленин, власть государства на все крупные средства производства, власть государства в руках пролетариата, союз этого пролетариата со многими миллионами мелких и мельчайших крестьян, обеспечение руководства за этим пролетариатом по отношению к крестьянству и так далее, то есть он и так далее имеет в виду мелкую буржуазию. Разве это не все, что нужно для того, чтобы из кооперации, из одной только кооперации, которую мы прежде третировали как торгашескую и которую с известной стороны имеем право третировать при НЭПе так же, разве это не все необходимое для построения полного социалистического общества? Это еще не построение социалистического общества, но это все необходимое и достаточное для этого построения. То есть развитие кооперации проводит мысль в 23-м году Владимир Ильич, это достаточное и необходимое условие для построения социалистического общества. И Сталин говорит, иначе говоря, мы можем и должны построить полное социалистическое общество, ибо мы имеем в своем распоряжении все необходимое и достаточное для этого построения, как бы по мысли Владимира Ильича Ленина. И далее Сталин говорит, что обратимся к резолюции 14-й партконференции, которая была заглавлена о задачах Коминтерна и РКПБ в связи с расширенным пленумом исполкома Коммунистического интернационала. Вот что сказано в этой резолюции о победе социализма в одной стране. Наличие двух прямо противоположных общественных систем вызывает постоянную угрозу капиталистической блокады, других форм экономического давления, вооруженной интервенции, реставрации, единственной гарантии окончательной победы социализма, то есть гарантией от реставрации, является следовательно победоносная социалистическая революция в ряде стран. Ленинизм учит, что окончательная победа социализма в смысле полной гарантии от реставрации буржуазных отношений возможно только в международном масштабе. Из этого отнюдь не вытекает, что невозможно построение полного социалистического общества в такой отсталой стране как Россия без государственной помощи, без более развитых в техническо-экономическом отношении стран. то есть приведя такое положение из резолюции он говорит, что вы видите, что резолюция трактует окончательную победу социализма как гарантию от интервенции и реставрации. А для окончательной победы она победа социализма в ряде стран, причем в ряде передовых стран. и вы видите, говорит Иосиф 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 признает возможность построения полного социалистического общества в такой стране как Россия без государственной помощи и более развитых техническо-экономическом отношении стран. Ну и вот собственно то, что кроме полемики с оппортунизмом, что полезного для нас из этой главы я до вас довел, хочу только еще как бы основную мысль, как бы выводы из полемики с оппортунизмом Иосиф Иосиф Иосифовича привезти, которая им оглашена была также в заключении этой главы. Он говорит, чем отпугивали от нас рабочих господа социал-демократы проповедью о том, что у русских ничего не выйдет. Чем мы бьем теперь социал-демократов, привлекая к себе целые вереницы рабочих делегаций и укрепляя тем самым позиции коммунизма во всем мире нашими успехами по строительству социализма. Но разве не ясно после этого, что кто проповедует неверие в наши успехи по строительству социализма, тот помогает косвенно социал-демократам, тот ослабляет размах международного революционного движения, тот неизбежно отходит от интернационализма. Вот такой вывод делает в конце главы Иосифа Сергей Иванович. Ну и я хочу на этом завершить. Пожалуйста, давайте вопросы или что-то есть необходимость обсудить. Потому что сейчас вопрос стоит да, что же будет социализмом, сможет ли он победить в одной стране или придется возвращаться к мысли о том, что необходимо одновременно во многих странах. Вот что по этому поводу можно сказать. очень хорошая короткая глава и вопрос известно очень много сразу возникает. Ну перво-наперво да, что можно рассказать о том, что марксизм недогмал. То есть Ленин, Сталин, извините, вот они говорят, смотрите, практика подтвердила, практика не подтвердила. Так что кто объединяет марксизм в догматизме, вот открывайте пожалуйста шестую главу и читайте. Ну вы наверное дачем да. Соответственно сразу же отсюда следующий вывод. Если кто хочет развивать марксизм и вот что вы писали опять же тот же товарищ Сталин на практику. Практика у нас и теория истины, и теория истины и пожалуйста ваши теоретические потоки должны чем-то обословлены. Развить марксизм надо не просто развивать, а чем-то еще желательно подтверждать. Иначе называется гипотеза. Еще я бы хотел в развитии той мысли которую ты говоришь, что сейчас вопрос состоит ведь победа социализма оказалась в одной стране возможна только из-за того, что возникли очень крупные резкие противоречия в стане империализма. Помните, они привели к Первой мировой войне. То есть империализм разделился на две враждующие стороны. И вот используя эти противоречия социализма, используя эти противоречия, стала возможна победа социализма в одной стране. До возникновения этих противоречий не шла речь в марксизме о том, что возможна победа социализма в одной стране. Вот как интересно сложилась ситуация. и теперь а как будет теперь? Как будет теперь? А вот тут как раз вопрос сейчас под нашу тему. А возможно ли социалистическая революция не в отдельно взятой стране, а в отдельно взятом федеральном округе? Сибирь или Дальний Восток? Конечно нет, скорее всего нет, потому что силы государства, если все остальные округа, если пролетариат не поддержат силы государства настолько велики, что вряд ли удастся устоять. Но история показала, что сколько там не пытались где-то создавать какие-то республики внутри еще в прошлом веке, они ни к чему не привели. И даже помните в этом веке у нас Донбасс пытался. Да. И к чему это привело Донбасс? Сим не хватило с двух сторон подавили. Даже создать социалистическое предприятие попытка выборского комбината цивилозно-бумажного они продержались довольно долго, больше года продержались, но все равно государство задавило бургару. Удельный комбинат слишком маленький, а допустим, если они сомневались, ну и я очень сильно сомневались. Дальневосточный, сибирский, тем более, конечно. Да нет, какое-то время на какое-то время. Да, 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 да. Если не хуже. Правильно, Саша. Скорее всего, так и закончится. Если они не будут дальше развивать, если дальше на другие территории не получат поддержки, да. Следующий вопрос об экспорте революции. Об экспорте. Ну это очень сложный вопрос. Другие страны и другие регионы. Да, ну это сложный был вопрос, но марксизм пришел к выводу, что экспорт революции невозможен. Без революционной ситуации в той стране, в которой мечтает кто-то осуществить экспорт. Ну это же молодежное волнение во Франции в 1960-е годы. Нет, опять же, там молодежность это или волнение или экспорт. Это разные вещи, да. То есть это как бы насильственное внедрение, но это бесполезно. История показала, что это невозможно. История показала, что невозможно. Кстати, нам хороший пример привели Северную Корею, которая не государство целое, а просто один промышленно развитый регион страны. Почему это? Ну, половина государства. Ну, половина потом, а так на промышленный Север только поднялся для начала. Тут, наверное, сказать, что как раз у Северной Кореи был пример экспорта революции и поддержали. Вот именно, не экспорт революции, а дело в том, что там насрела революционная ситуация. Вот в чем вопрос. Ну, конечно, и поддержали, но не экспортировали, а только поддержали. В этом плане, если бы Китай и Северная Корея могли бы поддержать Донбасс, может, и там бы что-нибудь тоже получилось. Да. Маленькая там восточная Украина, восточно-социалистическая Украина. Наверное, тогда стоит сразу поймать, что Северная Корея в том числе держится за счет Китая, который имеет с ними общую границу. Нет, поддержки, за счет поддержки опять же Китая. И даже за счет старых связей с Россией. Да, Россия пока была социалистическая, она еще больше поддерживала. Нет, до сих пор, до сих пор. Кстати, Корея сейчас использует эту систему свободных экономических зон с Китаем. Здесь свободные экономические зоны, где в том числе это преобладает и часто будут торговые с Китаем. У них есть сейчас вот, сейчас, наверное, развивается. Приграничные территории, у них есть эти частные территории. Вот, ну, вот те противоречия, которые сейчас возникли у империализма, вот на базе вот столкновения на Украине, они могут привести к серьезным противоречиям, вот, и возможно, что революционная ситуация может возникнуть в ряде стран. Вот это не исключено. Вот это не исключено. Мне кажется, что если случится, она революционная случится в Америке. Почему-то не так кажется. почему-то что-то мне такое предчувствуется. если путевище достигнет максимального уровня, почему-то именно так может это случиться. для того, для того, чтобы назрела революционная ситуация настолько, что появилась возможность социалистической революции, социалистической, конечно, революции, для этого нужно, чтобы Америка прекратила жить за счет ограбления всего мира. То есть, мир должен как бы отколохаться. Вот тогда такая ситуация вполне может перестать грубо так сказать, что она перестает кормиться за счет ограбления мира всего. Считай, что Латинскую Америку она грабит, Азию грабит, Африку грабит и Европу уже подмяло этот и Россию. А теперь Россия что-то вдруг сбрыкнула. То все, начиная с 90-х годов, все пело под дудку Соединенных Штатов, а тут что-то сбрыкнуло ни с того, ни с сего. Конечно, им это не нравится. Поэтому до революционной ситуации и возможности в Социалистической революции в Соединенных Штатах пока я считаю, я считаю, далековато. Очень далековато. Наверное, ключевой в этой главе то, что, извините, причем это даже не слова Сталина, а слова Ленина, о том, что социалистическая революция, победив один раз в одной стране, не гарантирует победу революции во всем мире. и социалистическое государство должно всегда бороться, потому что импетербург конечно, в том числе иметь вооруженные силы достаточно. И как раз в подтверждение слова Ленина, вот у нас прекрасный пример, как только перестали бороться с экспортом революции в соседние страны, активно. Это не правильный вывод, но перестали бороться с импередрением, стали дружить, стали дружить активно, дружить и разрушаться активно и все. Там же стояла позиция, не было бы еще и случилось. Да, то есть стали отходить от диктатуры пролетариата и возрождать капиталистические отношения. Это привело к тому, чтобы социалистич, социализм был, будем говорить, угробным нашей стране. Не столько каким-то чем-то вмешательством, а именно тем, что возродилась буржуазия в нашей стране и она, конечно, сделала переворот. Произошла контрреволюция в стране. Опять же, несмотря на то, что это 20-е годы, речь собственно идет о том, что... предупреждали, очень даже предупреждали еще тогда, что война будет и в том числе оставляли за собой право самим защищаться. Нет. Сибиралистические страны. Не начинать войну. Ты неправильно трактуешь, так можно в экстремизм скатиться. Я немножко упрощаю, но факт в том, что до вооруженной борьбы... Да, что империализм будет пытаться подавить насилием, насилием не только экономическим, но и вооруженным. Поэтому нужно иметь возможность защищаться. Как говорил Ленин, что всякая революция тогда чего-то стоит, если она умеет защищаться. нам как раз в чате пишут, что кто не молится, тот проигрывает. Ну да. Как раз вот после отхода Сталина-Ленина следующих лидеров у нас перестали бороться и результатом получились мы получились странами. Да, да. Наверное, поставить на исправление же факторов, которые изнутри проявились во вне. Ну нет, и извне тоже помогал. Да, и извне, понятно, я, еще как помогал империализм извне. Им тоже нужен был новый рынок, они за него боролись. Да. Так, дело в том, что при пяти процентах населения мирового, примерно пяти процентах у нас в СССР, да, было где-то более 20 процентов разведанных мировых запасов сырьевых именно на территории Советского Союза. Конечно, империализму нужно было завоевать эту территорию, как бы возможность воспользоваться, не завоевать фактически территорию, а воспользоваться этими сырьевыми запасами. И в конце двадцатого века это произошло с помощью, конечно, с помощью и зарубежных, зарубежной буржуазии. Вы, кстати, все эти вопросы очень важно обсудили, а вы концовку только упомянули, но как-то так выкинули частично, по поводу борьбы с оппортунизмом. Ну да, там очень, я не стал развивать эту мысль, почему, потому что там Иосиф Истерьянович в основном в этот момент оппортунистическое течение возглавлял Зиновьев и он с ним в основном будет. Понятно, просто про опасность оппортунизма, да, как только перестали сражаться с империаризмом, мы получили то, что страна, которая первая построила социализм, скатилась капитализм. Значит, по этому поводу я вот что хочу сказать, что оппортунизм в основном упирал на то, что возможно демократия, возможно демократия как бы понятие бесклассовое, а она фактически в классовом обществе может быть демократия только для правящего класса. И вот на базе вот этого непонимания вот этого, что в классовом обществе демократия существует для правящего класса, а для остальных классов диктатура, как бы то ни было, вот отход от этого понимания и привел к тому, что оппортунизм привел вот к такому безобразию, что за разговорами о как бы демократии для всех, что общество настолько развелось, что возможно в классовом обществе существование демократии для всех привело к тому, что установилась диктатура буржуазии. Пока общество классово никаких научных разговоров не должно быть о том, что может существовать только демократия и никакой диктатуры не будет. Обязательно пока общество разделено на классы также неразрывно будут существовать демократия и диктатура. Об этом вот именно забвение вот этого привело. Так вы пару вопросов раз назад об этом сказали, что сначала забыли про диктатуру, а потом уже и про Буржуазии. отказались, даже в Конституции записали у нас при Никите Хрущеве, что все, настолько социализм победил, что никакой диктатуры пролетариата больше не надо, и у нас будет теперь общенародное государство. Вот эта вот болтовня об общенародной демократии, об общенародном государстве и привела к тому, что Буржуазия смогла захватить власть и установить свою диктатуру. Вот под эту болтовню. Сталин в этой работе как раз предупреждал об этом, что нельзя этого делать. Но тем не менее это произошло в нашей стране. Вот основная я вижу причина того, что социализм рухнул у нас и вернули нас на сто с лишним лет назад в капитализм. Тут-то прямо и предупреждают про это написано. вернули нас на сто с лишним лет назад. Поэтому если не бороться с оппортунизмами, мы как бы замечательно хорошо мы ничего не сделали. Все правильно. Все правильно, Саша. Это как с ворами, если с ними не бороться, они рано или поздно разграбят все. Если гвистов не травить, они рано или поздно убьют Ассителя. И так далее.